Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы продолжим с вами разговор, мы продолжим и закончим с вами разговор о способах обучения Android разработки и поговорим про третью возможность, это менторство. В прошлых нескольких видео мы сначала обсудили обучение как самообучение, а потом обучение на курсах и сегодня мы поговорим об очень важном направлении это менторство. И многие не понимают почему оно стоит так дорого и не понимают как правильно его использовать. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. И забегая вперед, я хочу вам сказать заранее, что менторство не стоит использовать как само направление для обучения. Сейчас я вам расскажу почему, и вы поймете все это. И также вы поймете, почему оно стоит дорого. Итак, что такое менторство? Менторство это когда разработчик, как правило, с опытом уровень middle или senior, ну чаще всего это middle, обучает вас один на один. Либо это делается по скайпу, либо по зуму, либо еще какими-то разными вариантами. Есть упрощенные варианты, когда вы заказываете какие-то видео. Но в нормальной ситуации, когда у вас менторство, когда у вас есть какой-то, желательно несколько, а не больших, или один большой вопрос, и вам нужно, чтобы человек показал, как показал и рассказал вам, и ответил на ваши вопросы по определенной технологии. То есть для того, чтобы произвести... Обычно менторство по факту это консультация разработчика ученику. И, как правило, менторство, сама одна консультация, нормальная консультация, не лишь бы как, а нормальная консультация, после которой вы можете научиться определенной технологии. Я, да, я вам рекомендую пользоваться менторством, когда вам непонятно какая-то технология, и вам нужно, чтобы ее разжевали. Тогда менторство хорошо подходит. Нормальное менторство длится полтора-два часа одна консультация. Но для того, чтобы это менторство прошло удачно для вас, вам нужно связаться с вашим ментором, и сказать, какой у вас вопрос, или в какой технологии вам нужно разобраться. Для того, чтобы подготовиться к консультации, для того, чтобы консультация прошла успешно, ментор должен к ней подготовиться. То есть по определенной, по интересующей вас технологии, Он должен проработать код, посмотреть что там обновилось, что нет Детально подготовить для вас определенный пример Понять как он будет вам рассказывать Понять как он будет это все преподносить Потому что не каждый разработчик может быть хорошим учителем А зачастую очень часто, что хороший разработчик, он очень плохой учитель Который нифига не может объяснить Поэтому вам нужно действовать так Вы должны за определенное время рассказать ментору, что вы хотите изучить Ментор должен подготовиться к консультации Обычно это занимает 1,5-2 часа, ну по-разному Потом проводим 1,5-2 часовую консультацию И потом обычно в течение часа еще идут ответы на вопросы И либо сразу в онлайн консультации Либо потом уже можно задавать вам через WhatsApp И ментор обязан вам все это объяснить То есть по факту это 5-6 часов То есть 1 консультация, считайте, идет 5-6 часов То есть это 1,5-2 часа на подготовку 1,5-2 часа сама консультация Еще примерно час У вас получаются ответы на вопросы И как вы понимаете, такая консультация не может стоить дешево Ну то есть никто не будет заморачиваться И за 2000 рублей, чтобы тратить свое драгоценное время Потому что вообще время разработчиков очень дорого ценится И поэтому нормальное менторство, 1 консультация Составляет от 6000 рублей Но это минимум, на который может пойти нормальный разработчик И как вы понимаете, использовать этот подход Для полноценного обучения Когда вам 1 урок, 2-3 урок будет проводить Очень непродуктивная вещь Ну просто, во-первых, вы просто На самом деле очень сильно потратитесь Ну вот смотрите Давайте вот просто посчитаем Для того, чтобы изучить UI Библиотеку Material Design Ментор должен провести Минимум 3 консультации Допустим, виджет Recycler UI 4 Четвертая консультация Допустим, работа с базой данных на устройстве Пятая консультация Работа с сервером Шестая консультация Правильная работа по архитектурному паттерну Седьмая консультация Ну еще пусть доп.доп.какие-то технологии Восьмая консультация Как минимум 8 консультаций Ну и естественно, по основам Android Если вы не знаете, еще 9-10 консультаций И по кофе, ну хотя бы одна консультация 11 консультаций 11 консультаций Минимум Это просто, как бы, минимум На самом деле, я очень упростил Скорее всего, у вас должно быть не 11 консультаций А умножайте на 3 Ну давайте, по-щедрому, на 2 То есть это 22 консультации И теперь умножьте 6000 на 222 консультации Вот такая сумма выходит Не очень такая маленькая Поэтому, и опять же Скорее всего, этих консультаций будет больше Может быть и 40 и 50 И, как вы понимаете, вы получаете Кругленькую сумму Вы тратите кругленькую сумму для этого Это очень затратно И это не тот инструмент, который нужно использовать Для обучения нужно использовать Либо подход самообучения Опять же, смотрите видео Через одно видео назад Я рассказал все преимущества и недостатки Лучше всего найти обучающий курс Именно курс, которым вы сможете сами проработать Уже все попробовать Чему-то научиться А после этого вы выпишите те технологии Которые вы не поняли Как использовать Или эти вопросы У вас их будет немного Обычно после нормального курса 2-3 технологии максимум И уже для доработки этих знаний Этих технологий Вы возьмете менторство То есть это 1-2 консультации То есть это Намного проще И более эффективно Ну, допустим, у меня на курсе По факту У меня курс гибрид То есть я работаю с каждым учеником Индивидуально И это Вообще курс делал так Чтобы было минимум вопросов И их минимум возникает вопросов А если какие-то вопросы возникают Я сделал курс так Что эти вопросы однотипные И поэтому мне очень просто Работать с учениками И как таковое Менторство моим ученикам Не нужно брать Потому что у меня вроде У меня курс такой гибрид Он совмещенный Как обычный классический курс Видеокурс С менторством Поэтому моим ученикам Никогда не нужно брать менторство И это позволяет сэкономить Значительное количество денег Если вы говорите мне Про мой опыт Я брал менторство 2 раза Первый способ Первый вариант Когда я брал менторство Это когда я изучал сервер Я создал базу данных MySQL Создал CPHP запросы Подсоединился в приложение И при получении данных Я не получал эти данные Либо получал некорректно У меня были большие вопросы Как что там и сделать На том момент Когда я это изучал Мне никто не мог подсказать Мне нужен был разработчик Который умеет поднять сервер И знал как работать С базой данных на сервере Ну как вы понимаете Возможно вы еще не знаете Возможно я вам скажу Мало кто из андроид разработчиков Разбирается в сервере И разбирается вообще Имеет опыт полноценной разработки И сам может в одиночку И наладить работу с самим сервером И понять как все там Все устроено И я на самом деле Нашел одного такого Программиста Он из-за границы Он Я его по-моему где-то в Канаде нашел Он сам индус был И я обратился к ментору Только спустя Очень долгое время Когда не мог понять Второй раз Я обратился к ментору Когда мне нужно было Детально проработать Архитектуру MVVM И так же я нашел его Только за границей Который мог рассказать Мне нормально Про архитектуру MVVM Я использовал Два раза менторство Итак Стоит ли использовать Менторство Как полноценное обучение Нет Ни в коем случае Потратитесь И вообще это неэффективно Используйте менторство Как дополнение к обучению Или как подход После обучения То есть пройдите онлайн курс Опять же Как выбрать курс Я рассказывал в прошлом видео Пройдите онлайн курс А потом На те вопросы Которые вам непонятны Как работает Та или иная технология Найдите ментора себе Нормальный ментор Начинается от 6000 рублей За консультацию И Сэкономите кучу денег Кучу нервов И Просто Нормально обучитесь Станете настоящим специалистом Ну а на сегодня У меня все С вами был проект Мабу На этом серия Моих видео О том Как правильно обучаться Андроид разработки Завершена Но мы идем дальше И На выходных Вас ждет Мое новое видео На этом у меня все Всем спасибо С вами был Мабу Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok